Устали от всевозможного наебалова в магазинах нашей необъятной? Надоело покупать откровенный шлак, который хитрожопые маркетологи подсовывают вам под видом качественных продуктов? Сколько бесполезного мусора по завышенным ценам вы купили и возможно еще купите? Пора завязывать с этой херней! На канале продуктолог вы узнаете, как отличить полезные продукты от разрекламированного куска говна! Настоящий уголок потребителя, канал, который будет полезен абсолютно всем, ведь каждый из нас почти каждый день ходит в магазины за продуктами или какими-либо другими товарами. Не дай себя наебать, ссылочка в описании. Всем привет, дамы и господа, с вами Реал Пебер, давненько не виделись, по-моему. В то время, как наше великое государство периодически совершает половые акты с нашими гражданами, работодатели, они же бизнесмены, которых ебут еще сильнее, периодически борзеют и охуевают. Найти работу в наше непростое время очень сложно. И к сожалению, большая часть людей вынуждена мириться с наебаловым от начальством, скотским отношением, низкими зарплатами, если эти подачки вообще можно так назвать. Сайт Авито, один из тех, кто предлагает кучу различных вакансий с перспективным подъебом населения. На самом деле, в этой теме нет ни капли смешного, тут скорее плакать нужно. Но тем не менее, вы же знаете меня, я даже в палате с раковыми больными найду над чем поржать. Шаурмист, 1200 рублей. Интересно, в сутки или в месяц требуется повар на шаверму? Ой, вы только посмотрите, они прям на глазах растут. Действительно, компания с перспективным ростом. Еще пару секунд назад им требовался повар-шаурмист, а теперь уже повар на шаверму. Я вообще не понимаю ебланов, которые спорят на тему шаверма или шаурма. Как по мне, шо то хуйня, шо эта хуйня. Да ладно, я шучу. Вытри свои вонючие слюни и расслабь жопу. Я и сам не прочь отведать волшебные жрачки в луваше. Блять, бухгалтер за 20 тысяч деревянных. Серьезно, только в нашей стране в 2020 году где-то остались такие зарплаты. Вероятно, сделано это с учетом того, что бухгалтер и сам сможет себе наворовать. Работа по 14 часов в день и хуева туча знаний всего и вся за 20 кусков. Поистине, Россиюшка великая и мощная держава, блять. Вообще, чтобы вы понимали, этот ролик создан не для того, чтобы поржать над рабочим классом. Я и сам таковым являюсь и работаю с 18 лет. Тут скорее просто смех через слезы и великий ахуй от отношения и зарплат. Сварщик, блять, за тысячи рублей в день. В воскресенье выходной. Шесть через один практически без выходных и все это за баснословные 28 тысяч рублей в месяц. Даже не знаю, куда их деть. Одна из тяжелых профессий за такие грошики. Да вы просто охуели гандоны. А знаете, почему такая высоченная зарплата? Потому что Крым наш. Можно ебашить практически без выходных, но зато какая гордость, блять. Кем работаешь? Сварщиком. И сколько тебе платят? 28 тысяч рублей в месяц? Что, блять, 28 тысяч всего лишь? Да, зарплата, конечно, маловастенькая, но зато знаешь, где я работаю. Не абы где, а в Крыму, блять. Туда же еще и официанты требуются за тридцатку. Ага, пиздите-пиздите, приятно слушать. Но уже чуть ниже сноска. 4% зарплата плюс чаевые. То есть 30 тысяч рублей они просто так написали. На авось. На похуй. Авось получится. Разумеется, на том же Авито можно найти еще более смешные объявления, когда каким-нибудь уборщицам или курьерам платят такие бабки, что инженеры позавидуют. Хотя, если вы работаете инженером в России, ну вы поняли. 40 тысяч рублей. Уборщик. В Москве, правда, на эти деньги можно только, разве что, хуй без соли покушать. Да и к тому же, даже эти 40 штук, это нечто иное, как хуй на глупую рожу тому, кто в это поверит. 1000-1200 рублей в смену. Немного простой математики, и получается, даже если отработав целый месяц, ты все равно не получишь свои 40 тысяч. Наебочка вышла. Ну а вы что думали? В сказку попали? Да, в сказку. С хуевым сюжетом. А как вам заявленная зарплата расклейщика объявлений? За 65 штук вполне себе неплохо. 1000 рублей за 1000 объявлений. То есть, 65 тысяч листовок потребуется расклеить. Учитывая, что клеить нужно по столбам и подъездам, неудивительно, что требуются физически выносливые. Ведь помимо расклейки, вам нужно будет еще от старых ебанутых маразматичек отбиваться. Которые будут думать, что вы в подъезд зашли поссать. Хотя, если так подумать, одно другому не мешает. Пеший курьер за 90 тысяч рублей. Ха-ха-ха. Сейчас, наверное, несчастные желтые и зеленые человечки, которые ходят по вашим городам, хором отсосали огромную пипиську разочарования. С их зарплатами-то мощными в 25 тысяч. Доставляют более 15 с половиной тысяч отправлений ежедневно. А можно еще более полезную информацию для меня, когда я буду устраиваться на эту работу? А вы уверены, что именно 15 с половиной тысяч? Может быть, вы найдете более точные цифры? Да, это очень важно для меня. Крупнейшая в Европе служба доставки. Ну все, устраиваюсь. Когда вы сказали, что это крупнейшая в Европе сеть доставок, я прям даже немножко кончил. Прям вот протекло. Возможность работать пешком или на автомобиле компания автомобиль не предоставляет. Да похуй, за такие бабки я на свой автомобиль через несколько месяцев накоплю. Работа мечты. Кстати, здесь написано «ведущая курьерская компания». Только не сказано, какая именно. Ну то есть название компании не указано. Да и разве это важно, когда это крупнейшая компания в Европе? Господи, какое же дикое наебалово. Курьер в Яндекс.Еде за 70 кусков в месяц. Я даже не буду обсуждать это говно. Просто введите в Ютубе отзыв о работе в Яндекс.Еде, и вам все сразу станет ясно. 70 кусков, блять. Менеджеру, который писал подобные объявления, в пору стендапа ебашить. Таких крутых шуток не каждый день услышишь. А сейчас естественно. Ну как же я мог пройти мимо мое любимое, Самое ублюдское, тяжелое и неблагодарное профессия в мире, как по мне. Повар. 25 тысяч рублей с графиком с 8 утра до 10 вечера. То есть в 14 часов. А учитывая, что повару нужно приходить пораньше и уходить попозже, Из-за особенностей работы. Все 16. Но есть один безусловный плюс. Работа в закрытой кухне. Вот это действительно важно. Когда ебашишь по 16 часов в день за 25 кусков в 2020 году, Лучше работать в закрытой кухне, Чтобы посетители не видели злющего и заебанного жизнью человека. Повар-пиццмейкер. 16 тысяч рублей. В этой пиццерии, наверное, все пиццы пересолены, Ибо там слезы повара, Получающего 16, блядь, тысяч деревянных в месяц. О, господи, мне жаль этого чувака. Стабильная заработная плата. Знаете, что я вам скажу? Возле моего подъезда живет небольшая стайка бродячих собак. Не то, чтобы я любил собак, я кошатник, Но иногда я стабильно выношу этим собачкам косточки. Проблема в том, что в России настолько охуевшие работодатели, Что у нас в качестве достоинств относятся те вещи, Которые, в принципе, должны быть нормой. А именно стабильная плата. Куда еще ниже, спросите вы? Да есть куда стремиться, поверьте. Повар за 15 тысяч рублей. Тот случай, когда слово пиздец звучит недостаточно емко. Исполнительность, амбициозность, желание совершенствоваться и учиться новому. Ха-ха-ха-ха. Чему именно учиться? Навыкам выживания? Не, ну вы, конечно же, можете пойти работать поваром в KFC за 42 тысячи рублей. В Москве, блядь. Тот случай, когда слово наебалово звучит недостаточно емко. Столько плюсов, аж глаза начинают ебаться друг с другом. Правда, все это дикая наебка, но зато есть куда стремиться. Уборщик в Газпромнефть. Чувствуете, да? Как звучит-то, блядь. А где ты работаешь? В отличие от тебя, от лоха. Я поднялся на такие верха, что тебе и во влажных снах не снилось. Но это все хуйня. Офис-менеджер звучит куда пизже. Правда, за 15 тысяч рублей, но вы, главное, не рассказывайте об этом никому. И все будет просто заебумба. А так, офис-менеджер, конечно, звучит прям, ну, очень пиздато. А главное, что офис не где-нибудь там, а в центре города. Там даже кондиционер есть. Ну, ясен хуй. Если такие низкие зарплаты выплачивать сотрудникам, я вообще не удивлюсь, если у них там по утрам бесплатные кокаиновые дорожки. Помощник воспитателя. 20 тысяч рублей. Работа с детьми. Нет, я ничего не имею против детей. Но работа с детьми требует стальной выдержки. И учитывая, сколько здесь требований на эту сумму, зарплата явно неоправданно низкая. Впрочем, вы можете пойти работать уличным аниматором за 25 кусков. Всего-то весь день на ногах в потном, вонючем и неудобном огромном костюме за 25 тысяч. Сейчас я сменю тон на более серьезный. С февраля 2018 я работаю монтажником. Я зарабатываю 35-37 тысяч рублей в месяц. По графику 5 через 2 за 8-часовой рабочий день. Иногда 7-часовой. И это тоже маленькая зарплата, учитывая современные реалии. И если бы не YouTube, на котором я зарабатываю раз оток в 5-6 больше, чем на своей основной работе, я вообще не знаю, как бы я жил. Наверное, хуевастенько. Проблема в том, что далеко не каждый человек сможет развить свой YouTube-канал и получать с него бабки. Это не каждому дано, это не у каждого получится и не у каждого найдется желание быть клоуном в сети. Вероятно, у вас возникает один справедливый вопрос. Какого хуя я до сих пор работаю на обычной работе, если YouTube платит гораздо больше? Ответ прост. Сегодня YouTube есть и хоть какая-нибудь моя популярность, ну хоть вот такая вот мизерная, а завтра я вам могу заебать, могут канал мой забанить и так далее и тому подобное. Все очень просто. А учитывая, что YouTube с каждым годом становится все более ярко выраженной толерастичной помойкой, это вполне вероятно. Вот так и живем. Ставьте лайки, если вам понравился этот ролик. Голосуйте лайками, если хотите продолжение именно этой тематики. Вместе со всеми остальными тематиками, естественно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь на лайв-канал, там вы найдете еще больше дерьма, нежели чем на основном канале. Также вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Там вы найдете все необходимые новости о данном канале, когда выйдут ролики, почему ролики задержались, когда будет стрим, почему стрим задержался и так далее и тому подобное. Ну вот как-то так. Кстати, стрим в это воскресенье в 15.00 по московскому времени. Я вроде бы все сказал. Всем покедово, увидимся в следующем ролике.